Всем привет, с вами я, Ксюша, и сегодня я буду рисовать, правда, не рисунки из инстаграма, а подарочки, которые хочу получить на день рождения. День рождения у меня совсем скоро, через полтора месяца, 18 июня, мне исполняется 13 лет. И если мама все-таки скажет, что этот подарок похож на оригинал, то мы его обязательно купим на день рождения. У меня есть обычные наушники первого поколения от Apple, а моему брату на день рождения подарили наушники Pro. Я тоже хочу, поэтому попрошу тоже наушники. Все просто, рисую точно такие же наушники, как на картинке, и мне мама их покупает на днюху. Сейчас я буду рисовать в новеньком скетчбуке, в котором нет еще ни одного рисуночка. Кто не видел видео, где я делал обзор на мою канцелярию, ссылочка на него в описании. Вот он, этот рисуночек, правда, я его нарисую в розовом чехольчике. По линеечке нарисую кейс, ну, примерно так. Дальше я закругляю уголки. Это такой индикатор, который мигает от зависимости зарядки. Например, если она полная, то зелененькая, если нет, то красная. Крепление. На нем держится наша крышка. Кейс получается очень похож на оригинал. Теперь осталось нарисовать наушнички, но это ничего сложного. Круг. Второй круг. И вот здесь нужно нарисовать вот такая вот штучка, которая выходит из уха. Ребят, я сделал наушники слишком низко. Я нарисовала их полностью в кейсе. Нужно нарисовать где-то вот так. Теперь я начну это все обводить линерами. Тач, девочки. Я введу самым тонким черным линером, потому что у меня просто-напросто не получится маркерами сделать такие нежные переходы. Не смогла определиться, какой все-таки чехол я хочу, розовый или желтый. А потом подумала, мне же можно все. И нарисовала двухцветный чехол. Вот я начинаю выносить мозг за три месяца до дня рождения о всяких подарочках, тортиках, всяком веселе, кого приглашать. В общем, у меня это самая больная тема. Я постаралась, сделала немножечко бликов. Не, ну один подарочек у меня точно в кармане. Посмотрите, как реалистично получилось. Мам, ты мне это купишь? Оно похоже на оригинал? На оригинал похоже, но до дня рождения надо жить. Ну ты понимаешь, что у меня есть еще одна мечта об одном подарочке. Это небольшой наметчик на кое-какой подарочек, поэтому сейчас, я думаю, вы все сразу быстренько догадаетесь. Не знаю, я не догадалась, ручка какая-то. Ну, правильно, это называется Apple Pencil. Это ручка или карандаш для. Карандашик я рисую по линейке. Здесь у нас круглый такой кончик. Это колпачок, то есть это его, если так можно сказать, крышечка. Вот так он снимается. И здесь специальная зарядка для этого Apple Pencil. Ты эту зарядку вставляешь в сам iPad. Мне свалилось. Ну, в общем, вы понимаете, что я хочу. Мам пока что еще не упала с камеры. Но вы сразу поймете, как она упадет. А я просто скажу, не похож, и все. Конечно, так подписчики же скажут, что похож. Потому что подписчики будут знать, сколько новых... Ох, и челлендж ты опять себе придумала, а? Потому что подписчики будут знать, сколько новых и классных видео выйдет с этим предметом. Чтобы мой Pencil был правдоподобнее, я ему делаю тени. Вот так у меня получаются. Ребят, а помните видео? Нарисуй вкусняшку, и мама скажет да. Вот там я нарисовала подарочки, покупочки, вкусняшки. Пришла в магазин, и мы их покупали по рисункам. Вот то же самое я буду покупать на день рождения. Я приду с блокночком, чтобы мама ничего не забыла. Ссылочка на то видео с вкусняшками будет в описании. Pencil готов. Он получился очень прикольный. Мам, похоже? Ну, похоже, но я пока не понимаю, что это за ручка такая. А сейчас я рисую то, в общем-то, для чего она нужна. Вот это. Это просто персик, девочки. Это iPad Pro, который я хочу на день рождения. И два чехла на iPad. Потому что я люблю, когда все одного цвета, и поэтому я выпрошу два чехла на iPad. Куда тебе два чехла на iPad? Мне очень это надо. Какая разница, простой iPad или Pro? На iPad Pro Pencil крепится поприличнее. Не Pro, то он будет вот сюда вот в зарядку втыкаться. И ты будешь, как знаешь, так уходить с iPad'ом. Земля в алюминаторе. Земля в алюминаторе. А так он просто будет крепиться вот так к уголку iPad'а. И все. Кому ж не покупай тогда эту ручку? А как я буду рисовать на iPad'е? Мне же он для этого и нужен. Я буду снимать очень много видео с рисуночками. Итак, ребята, вот что у меня пока что получается. Завтра я буду срисовывать рисунки из Инстаграма, поэтому готовьтесь. На рисуночке показано Wi-Fi, сколько процентов и зарядка. Но я это потом покрасивее сделала. Я просто написала, чтобы не забыть. Мне очень понравился зеленый чехол вот такой вот. Он классного цвета. Но я нарисовала вот так, правда, здесь немножечко вылезла. Не, ну, ребят, тут сразу все понятно, в чью пользу идет подарочек. Разумеется же, в мою. Ну, я думаю, миллион процентов, что похоже. Какой чехол, это не важно. Главное, что похоже. По форме похоже. Ты понимаешь, что это iPad? Я понимаю, что это iPad по 100%. Ну, вот, о, вот именно, что это 100% iPad. Все. Ну, я не знаю, сколько занимает место та программа, которую я хочу установить. Ну, вот, как узнаю, так и решу, сколько памяти. Но пока что планирую на 512. Так, следующий рисунок. Что? Следующий рисуночек? Конечно. Ты хочешь мешок подарков, как от Деда Мороза, что ли? Ну, я же не Деда Мороза. Я и не джин. Давай нарисуй джина. Ой, рисуй джина и пусть он тебе подарки дарит. Нет, я... Лампу Аладдина. Ребят, а еще я хочу такую колоночку джибель, которая меняет цвета. Главное, чтобы это не услышал. Так, в общем, она вот такая классная. Обязательно я нарисую. У меня 100% получится. Не, насчет колонки я не против, потому что ты в том году ее хотела еще. Да, я хотела колонку, но, кстати, я хотела именно светящуюся. Первый раз прислышу, чтобы колонки светились. А чем отличается простая колонка, допустим, одним цветом от такой, от разноцветной? Ну, в общем-то, ничем, только тем, что она светится. И по цене, наверное, она подороже-то идет. Ну, конечно, те колонки стоят... Ну, я не знаю, сколько они стоят, но где-то, может, тысяч пять. А это девять, ну, примерно десять. Ну, посмотрим, что у тебя получится. Ой, да у меня что получится. Будем надеяться, что у тебя получится. Ну, будем надеяться, что у тебя получится. Ну, у меня 100% получится, даже надеяться не надо. Ребят, я не понимаю, зачем я нарисовала колонку джибель маленькую, если бы я могла просто попросить огроменную колонку в виде собаки. Первый раз слышу такое, даже не видела. Как? Она вот так лежит и у нее наушники. Она такая... В общем, у меня вот такая колоночка получается. Очень похожа по форме. Прям очень. Самое главное и самое сложное это сделать ровные переходы. Так колонка бывает и бесцветная. Давай, давай, разукрашивай, чтобы была похожая прям. Я просто сделаю две точки уже цветная. Все. Ты рисуешь размер, какой нужен тебе? Ну, она только одного размера есть, поэтому, девочки, она... Почему одного размера? Она только одного размера и такая колонка. Вот такая она примерно и есть, да. А я видела разные размером колонки. Это JBL-овские разные, а именно светящиеся есть только одна. А здесь лучше Apple. А какая разница? Ну, потому что Apple ближе у нас. А если заказать у китайцев? Тебе закажи. Мне не нужна китайская колонка. Начинаем раскрашивать. Для этого я беру красный и красный линер. Сейчас я отберу надпись JBL. Оль, вот, готово. И теперь мы это просто все раскращиваем. Три раза в год приходится тебе дарить подарки. Ля-ля-ля-ля-ля. В том году был iPhone, да? Да. А позапрошлым самокат был. Такая вещь хорошая. Вот что надо было просить рисовать самокат. Сейчас нарису. Какой-нибудь чупа-чупс, нарисуй хоре. Я нарисую набор чупа-чупсов. А в днём рождения, ребят, посмотрите, там все мне купят или нет. Я же буду видео, разумеется, снимать. Ну, если не подарят что-то, я буду в шоке. Расплачусь на камеру, потому что у меня нет подарка. Кстати, у тебя нет таких видео, где ты плачешь. В основном все блогеры снимают, там плачут что-то, что-то у них случается. А у тебя всегда рот до ушей. Почему? Рот не до ушей, ну ладно. Ну, наверное... Ты не любишь такие, да, видосы? Не, я могу попробовать такой формат видео, конечно. И плакать, да? Да, я могу сейчас. Ребят, в общем, у меня получилась вот такая прекраснейшая колоночка. Посмотрите, ну это же идеал, идеального. Ну вот и скажите, где оригинал? Я считаю то, что вот это. Следующий подарок будет гораздо легче для мамы и очень классным для меня. Ты довольна, мам? Я пока ещё не знаю, что это. Это будет набор Дольше Милк. А кто не знает, Дольше Милк это всякие разные штучки для ванн. Например, гели, мыло, ещё разные мыло, всякие крема. В общем, очень классные штучки. Пока что становилась на ананасе, потому что я обожаю жёлтенький. Ну, я нарисую только гель. Ну, думаю, мама поймёт, что это набор. Главное нарисовать его точно так же, как оригинал. Ой, у меня всё идеально. У меня тут уже резиночки, значит, идут. Итак, ребят, я очень стараюсь. У меня уже получается кое-какая картина. Сейчас я это всё быстренько обведу. Я решила раскрашивать гель вот таким обалденным цветом. Прям очень классным. Не обращайте внимания на мою ногу, но просто мне так удобно. Да, я могу сидеть хоть головой, не знаю, куда я запихаю её. Вот я докрасила сам ананасик. Сейчас я быстренько возьму маркеры тач и разукрашу крышечку. Крышечка более серых оттенков и с переходами. И вот тут чуть-чуть как бы так отделю. Чуть-чуть вот так вот. Вот такой классный гель для душа. У меня получился он очень прикольный и яркий. Думаю, мне мама его купит. Он похож на оригинал? Похож. Первый рисунчик это вот такие арпоцы. Они очень похожи на оригинал. Это мой самый любимый рисунок. Я очень довольна то, что он был первый, потому что получилось идеально. Apple Pencil тоже очень классный. Думаю, он похож на оригинал. А это iPad Pro. Хотя уже ночь. А это iPad Pro. Вот такой он классный тоже. И здесь я нарисовала его в чехольчике. То есть я хочу три цвета чехла. Желтый, розовый и зеленый. Если, конечно, они будут в наличии, но если не будет какого-то цвета, я возьму другой цвет. Азаза, прикольная шутка, да? Колоночка JBL, которая светится. Очень прикольно. Там всякие разные мигалочки светятся, переливаются, катаются, плывут. В общем, они делают, что хотят. Но самое главное, что там играют супер громко и классная музыка. И классный набор вот таких гелей с ананасиком. Ну, или все-таки с апельсином в шоколаде. Ну, в общем, мне больше нравится ананас. В общем, я определилась и решила взять вот такой. На самом деле, я не знаю, подарят мне эти подарочки или же все-таки нет. Но самое главное, нарисовать, чтобы тебе сказали, да. Вы, кстати, тоже можете рисовать подарочки, которые вы хотите себе на днюху или на какой-то праздничек. Это очень классно и занимательно. То есть вы можете придумать всякие разные штучки, всякие планы. В общем, это очень круто. Ну, а мое видео с подарочками подходит к концу. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на инстаграм, на ВК, группу ВК и мой лайк. И всем пока! И если ты хочешь смотреть мои видео каждый день, то ставь лайк.